На семинаре, который провели для местных депутатов и членов молодежного парламента депутаты МОСОПЛ Думы, первым вопросом обсуждались меры по расширению всесторонней помощи семьям участников СВО. Сегодня оперативное реагирование на эти запросы является приоритетной задачей в работе всех ветвей власти в муниципалитетах. Сейчас очень важно нам, тем парням, которые находятся на фронте, об этом не забывать и помогать эти стены. Я знаю, что вы этим занимаетесь, что вы с этим живете постоянно, и я вас за это благодарю и прошу об этом не забывать. В нашем муниципалитете Центр для оперативного реагирования на просьбы и пожелания членов семей участников СВО работает с 2022 года. Основная идея заключалась в том, чтобы создать единую структуру, которая будет оказывать всестороннюю помощь нашим жителям. За время работы Центра отработано около 3000 обращений. Адресная помощь оказана более 1000 членов членовских семей. На семинаре также шла речь о современных тенденциях в развитии муниципальной системы местного самоуправления. Так обсудили работу по укреплению взаимодействия с пользующимися у населения доверием сельскими старостами. Мы сейчас очень большое внимание уделяем развитию как раз Института сельских старост. Вы знаете, что наша областная дума 18 мая текущего года будет принять закон Московской области о внесении земли, закон Московской области о праздничных днях и памятных датах нашей области с вами, которые установлены праздничный день 23 октября, день сельского староста. Еще одной темой семинара стало обеспечение многодетных семей земельными участками. Здесь существуют проблемные вопросы, которые необходимо решать. Первый – это выделение земли и дефицит этой земли на территории более 50% муниципальных образований Московской области. По сути дела это города, которые находятся вблизи Москвы. Там вообще нет земель и они вынуждены предпредать земли в других муниципалитетах. Сейчас в целом по региону на учет поставлены более 86 тысяч многодетных семей. Из них более 46 тысячам предоставлены земельные участки. На семинаре отмечалось, что в Щелкове этот вопрос решается ускоренными темпами. Заместитель главы администрации городского округа Елена Суслина сообщила, что в муниципалитете от общей численности поставленных на учет многодетных семей 64% уже получили земельные участки. На семинаре между региональными и местными депутатами состоялся обмен мнениями по вопросам исполнения наказов избирателей. Гости поблагодарили представителей муниципальной власти за плодотворную совместную работу. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.